Друзья, я снова всех приветствую. В данном видеоролике стартует очередной проект на канале. Проект будет небольшой, но нам понадобится для его изготовления вот этот вот большой токарный станок. Также для работы нам понадобится фрезерный станок, поворотный столик, огромная алюминиевая болванка. А где она? Разберемся. И естественно кофе. Все, стартуем, друзья. Для того, чтобы начать спускать болванку в стружку, надо поменять патрон на более грандиозный. Потому что в этот патрон такая болванка никак не поместится. Нет у меня обратных кулачков. На польский токарный патрон 200, друзья, придется менять на отечественный патрон, но 315. Проточил патрон и зажал заготовку, друзья. Вот таких она размеров. Опыта работы на большом станке практически нет у меня. Поэтому будут, скорее всего, возникать какие-то сложности. Попробуем торцать для начала. Вот так поверхность более-менее гладкая. Здесь вот не взяло в одном месте. Нужно пройти еще чуть-чуть. Подготовил базу. Теперь можно выставить заготовку. Точнее прижать ее к кулачкам. Кулачки проточенные, точные. И продолжить обработку. Выставлять в 4-х кулачковом патроне немножко запарно. Но зато можно добиться вот таких показателей. Абсолютный ноль. Стрелка вибрирует, но никаких движений не совершает. Продолжение следует... Жопа какая-то намотала стружку. Продолжение следует... Вот так незатейливо идет обработка. Чувствую, друзья, что кому-то это не понравится. Слишком много в стружку материала уходит. Ну а как, подскажите мне, что делать здесь? Как сделать эту деталь без спускания заготовки в стружку? Болванка заметно полегчала. Это очень хорошо. Далее будет расточка внутренних поверхностей. И несколько слов, почему я сразу обрабатываю вот здесь внутри. Все равно мне снимать и я мог бы перевернуть и обработать с другой стороны. Ну либо отрезать, еще как-то сделать. Просто хочется снять все внутренние напряжения в болванке, когда я буду растачивать отверстия. Потому что может немножко повезти все это дело. Я уже сталкивался. Бывают болванки с внутренними напряжениями. И поэтому обрабатываю вот таким вот способом. Сначала грубо везде снимаю, а потом буду начисто обтачивать. Сверло диаметром 43 миллиметра. Попробуем посверлить без перебора. То есть привод идет напрямую от двигателя. Сверло неправильно заточено. Пойду поправлю сверло, чтобы было комфортней работать. Режет одной кромкой. Значит нужно взять и вот эту кромку уменьшить. Все, ребята, идет в две стороны. Где-то больше, где-то меньше. Но уже процесс пошел нормально. Сверло сверлит, станок не останавливается. Немного веселее пойдет. Вот так идет процесс. Теперь, друзья, начинается работа. Нужно расточить диаметр до крыльчатки, до входа. Чтобы она туда начала проваливаться. То есть это уже пошел наш зазор. 71 миллиметр у нее. Плюс где-то по три десятки на сторону будет зазор. Чтобы гарантированно не было касания. Изготовил фасонный резец, чтобы сделать вот этот вот радиус. Как выглядит процесс изготовления резца? Я уже как-то показывал, но покажу еще раз. Подбирается пруток по диаметру, который точно сюда ложится. Далее мы берем резец и этот пруток. И по нему затачиваем. То есть вот так. И все красиво получается. Просто все, как всегда. Создал длинный расточной резец из быстрореза. Чтобы сделать вот это маленькое отверстие. Оно в глубине. Поехали. Это уже, ребята, какая-то токарная хирургия. Профилирую пространство под крыльчатку. Спецрезцом. Сделал по методу шабрения. Видно отпечаток краски. То есть практически везде цепляется. Тут маленькое есть место не зацепа. Это буквально там может быть сотка-две. Это не страшно. Намазывал на одну из граней краску. И делал вот так. Видно, что все соприкасается. И даже соприкасается вот здесь в середине. То есть зазор равномерный. Ребята, вот самое интересное сделано. Но не самое красивое. Поэтому не отключаемся. Смотрим, что будет дальше. Эта деталь еще не сказать, что совсем готова. Такая вот деталь, ребята, довольно-таки тяжелая. Деталь, сразу вам скажу, не самолетная. Кстати, можете гадать, ванговать в комментариях. Ну конечно сейчас рано, но немного еще сейчас поточу и уже станет более понятно, что это такое. Пробуем, становится ли сюда деталь. Вот это вот. Именно эта деталь здесь будет установлена, друзья. Все плавно заходит. Это очень хорошо. Значит продолжаем изготовление. А это вам должно служить отправной точкой. Что же это такое может быть? Голосуем в комментариях, ребята. Будет интересно очень увидеть ваше мнение. Что же это такое? На этом станке обработка закончена. Снимаем деталь и несем ее на фрезерный станок. Дальнейшая обработка будет производиться там. Деталь установлена на фрезерном станке. Будет обрабатываться на поворотном столе. Пришлось немножко модифицировать. Станок выточил такую вот деталь. Она позволяет опускать стол гораздо ниже. Чтобы можно было обрабатывать эту большую деталь. То есть вот так, как мы видим. И еще он практически полностью опускается. Раньше он опускался до вот этой метки. Вот такие вот дела, друзья. Приступаем к фрезерной обработке. Буду делать окна вот здесь. . . . . . И вот что в итоге получилось. Интересно, догадается кто-нибудь, что это будет такое? Пока что это все выглядит вот так, друзья. Как видим, зазор очень маленький. Это очень хорошо. Чтобы сделать эту деталь, наточил две коробки стружки. Вот одна коробка, а вот вторая. Здесь преимущественно сталь. Сталь образовалась при проточке вот этой втулки. Видео не снимал, потому что вещь временная. Сделал ее по-быстрому, чтобы сделать вот эту деталь. Друзья, у меня на этом все. Жду ваших прогнозов в комментариях. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока-пока!